На льду сегодня жарко. Эмоции вот что повышает градус. Необычные ребята вышли на хоккейный корт благодаря неравнодушным взрослым. Общественная организация равные возможности создает последнее на средства гранта «Хоккей без барьеров» фонда Тимченко. На средства гранта мы получим грант, когда мы на эти средства приобретем форму. И собственно сами коньки. После этого дети начнут заниматься. Но я предлагаю все-таки, ввиду того, что мы пока для Тобольска это новое, мы будем совмещать каток, сам лед, бассейн и тренажерный зал. Плюс особое обмундирование для тренировок. Команда формируется пока небольшая – 11 детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. Тренировки планируют проводить два раза в неделю. Поддержку и консультации тобольским тренерам обеспечат ведущие специалисты Федерации адаптивного хоккея. Когда в регионе создается команда, они не просто своей жизнью живут, они начинают втягиваться в хоккейную жизнь. Командная игра – это то, что позволит ребятам стать не только физически активными, но и расширить круг друзей, не замыкаться на проблемах со здоровьем, поверить в свое будущее. Раньше я плохо катался, я хочу насладиться этим моментом, как я хорошо катаюсь, охлаждаюсь, чтобы я дальше шел к жизни, учебе. В России 48 команд, играющих в хоккей для незрячих, специальный хоккей и слэдж-хоккей или хоккей на санях, развитие которого и поддержали в Тобольске. В прошлом году на реализацию гражданских инициатив некоммерческим организациям выделили более 4 миллионов рублей из городской казны. Очень много успешных проектов, а самое главное, что это проекты, которые переходят в долгосрочную историю. На долгую спортивную жизнь надеются и равные возможности, которые в хоккее получит пусть пока небольшая часть из более чем 500 детей-инвалидов города. Юлия Савиных, Рустам Рузеев, Тобольское время.